Добрый день, друзья! Продолжим наше обсуждение топ-офицеров. Это будут сегодня главные герои нашего рассказа. Это Старпом и Капитан. Перед этим были штурманы и кадеты, а после этого будут механики, коим я и являюсь. Ну что ж, поехали! О Старпомах и Капитанах. Начну со старшего помощника. Рейс для Старпома на контейнеровозе, да и в принципе на любом типе судна, делится на две части. Отдых на переходе и отдых в порту. В первом случае опыта у Старпома уже достаточно, чтобы не просыпаться на вахту. Точнее, все, что ему нужно, это переместить свое бренное тело из кровати, навигационное кресло, устроиться поудобнее и продолжать смотреть поставленный на паузу сон про мягкие и пушистые контейнера, бегающие по зеленой лужайке под голубым безоблачным небом и сияющим солнышком. И лишь изредка приоткрывать глаз, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. Если Старпом вдруг застается в таком состоянии капитаном, то у него всегда есть готовое оправдание. Я упал в голодный обморок. В таком случае заботливый капитан искренне жалеет Старпома. Отпускает его с вахты покушать, отдыхать и набираться сил в каюте, а сам стоит за него вахту. Если Старпома вдруг на вахте не спалось, и вахта была очень скучна, это значит, что у боссмана с матросами наверняка появится на завтра новая работа. Старпоме от скуки просыпается писатель-фантаст. Порой он как придумает какую-то работу матросам, так сам потом думает. И что это вдруг? Например, причесать швартовные концы, принести что-то очень тяжелое с одного места на другое, а потом вернуть обратно, потому что все-таки тут этому тяжелому что-то гораздо лучше. Помыть палубу во время дождя. Ну а если ничего не придумывается, то всегда есть запасной вариант. Что-то покрасить, но уже в самом крайнем случае стереть и перекрасить заново. В случае отдыха в порту Старпома две обязанности. Первая – это засунуть в компьютер принесенную планером дискетку с планом погрузки судна и нажать пару кнопочек для ее загрузки. Затем дать план погрузки вахтенному помощнику и на этом все. Вторая и самая важная – пройти зуму. Если за время рейса Старпом не побил свой предыдущий рекорд, то он считает себя неудачником, теряет в себе всякое уважение и ночью напролет рыдает, закрывшись у себя в каюте. При собеседовании в компаниях для Старпома существует специальная система проверки квалификации. Старпома помещают максимально приближенные к погрузке судна в порту условия и включают ему ряд тестов. Первый из них Старпому нужно узнать на экране синий кружок, зеленый квадратик и красный треугольник и назвать каждую из этих фигур. Если это задание выполнено, то можно переходить к следующему. Сложить два двухзначных числа без калькулятора, пользуясь при этом только или спичками или листиком с ручкой. И последний самый важный тест – самостоятельно завязать себе шнурки двумя руками без чьей-либо помощи. С этим может справиться не каждый Старпом, но если Старпом с этим справляется, то его принимают на работу. Конечно же, предварительно прочитав правила безопасности при пользовании простым карандашом и дверными ключами. Капитан Капитан – это сверхразум с ручками, ножками и бородой. Он знает все обо всем, что происходит на судне. Кто сколько выпил, что делал, с кем делал, зачем он это делал и где спрятали тело, в крайнем случае. Так как капитан был и третьим, и вторым, и старшим помощником, то он может превратиться в любого из них. Нет, не за деньги, по желанию клиента. Он это делает, когда начинает проверять кого-то из них и знает все, что должны знать они. Также он знает все штурманские уловки. Поэтому новому поколению штурманов приходится придумывать новые способы усыпления обдительности капитана, вплоть до имитации предсмертных судорах для того, чтобы сбить его с толку. Капитаны бывают разные. Один из видов – это капитан-вождь. Его задача – попытаться доставить груз из одного порта в другой, используя все необходимые для этого средства, включая штурманов, механиков и кофеварку. Соответственно, он говорит, что кому, когда, с кем и зачем делать, в том числе и работать. Он никого не грузит лишней работы, но и не дает разъельдянищать. Что ж, на этом все. Следующая тема будет в таком же позитивном, смешном ключе о механиках. Почитаем. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok